в подъезде воняет канализации в этом в лифте воняет перегаром короче я иду подстригаться потому что мне вот это вот на голове надоело в разные стороны вот это все барахло капюшон одел снял все это в разные стороны как бы ты нет окажешь идем стричьте ребята подстригаться надо короче позвонить подать заявку потому что нашему председателю бесполезно что-либо объяснять и лучше самому все это сделать вот видите какое у нас доме управление управление все приходится делать самому бесполезно что-то кому-то отвечать что-то кому-то спрашивать короче тема такая сейчас иду пока в парикмахерскую пишет мне чувак на хавита ну мозгов у человека видимо точно нет я все-таки сниму капюшон вот в этой куртке капюшон неудобно носить короче пишет мне чувак на хавита у меня остались папины запчасти я их не все продал у меня в последний раз мужчина приезжал он купил меня только карбюратор и там еще что-то по мелочи а у меня еще остался трамблер 2 генер и что-то там еще и короче всякие там цилиндры не цилиндры что-то там еще короче ну по мелочи все это осталось вот ну и в общем короче говоря у меня спрашивает когда можно подъехать и забрать я говорю вы все будете забирать а он говорит а у меня там как на хавита нельзя публиковать несколько объявлений в одно он их блокирует вот но дело-то все в том что мне удалось я просто одной картинкой выложил а внизу написал что за ценами за ценами обращаетесь в лс не стоит просто цена в тысячу рублей он мне пишет это у вас цена за все вот кто это я говорю вас головой все в порядке игру в каком веке ты живете к смысле за все там один трамблер стоит четыре с половиной тысячи это на она даже больше нам один трамблер стоит почти пятак он новый какие тысячи рублей за у меня там значит я говорю трамблер два три магнитофона три кинокамеры заграничные три портигары отечества куртка замки 3 а нет у меня трамблер катушка катушка новая катушка старая цилиндры что-то там еще в общем ну такое все но от разных модификаций то есть там а 400 2 а 406 от волги там еще от чего-то короче ну разные такие вот и естественно что я пишу говорю в типа обращайтесь за ценами в сообщении он мне пишет цена за все я говорю вы в каком веке к родились а он причем здесь век я говорю ну так вы сходите в магазин и узнаете что сколько стоит я сам разберусь где мне что покупать я буду так тогда ничего бред спрашивает пипец блин просто пипец вообще а я не понял а я не понял поехал пацанчик сумкой сбермаркета а он работает в яндекс лавки на выдачу а он наверное на выдачу работает и в сбермаркете что фигасе вот так что-то как-то так на веку дебилов хватает вот как знаете это гоблин вот глядя на все это нужно быть дебилом просто медицинским по-моему вот чтобы в подобной плоскости на такие вещи смотреть надо быть дебилом вот просто медицинским вот реально глядя на все это дебилом нужно быть медицинским реально так что как то так ребят ну просто ну трэш какой-то я не знаю это просто это не просто трэш это тихий трэш и неужели у человека в логику не доходит что за тысячу рублей за тысячу рублей невозможно все купить ну дураком надо быть так за тысячу рублей извините я проще это все выкину на помойку тогда ну думать то надо головой своей вообще дурдом просто дурдом вот так что как-то так все ребята я пошел в парикмахерскую вот так сейчас рукой сделаю как помните фрагмент из джентльмена удачи обрели уже обрели уже обрели ну слушайте мне понравилось я его попросил чтобы он мне сзади слишком коротко не делал и получилось что по бокам он сделал коротко а сзади как бы у меня две макушки все время торчат вроде как нормально сейчас я еще приду по мою голову как следует я думаю что должно получиться нормально мне нравится это парикмахерская тем что здесь все очень очень быстро я не люблю когда меня там вот приходишь в обычном парикмахерской этими ножницами крымсают чего-то полчаса здесь быстренько пришел такая машинка такая машинка тут чуть ножницами тут чуть так тут чуть сяк и все и на голове уже получается воли меня волосы отрастают очень быстро поэтому это как бы такой поход постоянный поэтому в принципе нормально порядочный так что вот вот такой единственное что сразу голове стало холодно почему я не стригся выжидал еще потому что еще было на улице минус было холодно его даже сейчас при температуре плюс 5 тире плюс 7 плюс 8 да как бы ощущается еще голове холодно вот ну ничего страшного сейчас тепло уже уже холода такого не будет нормально отрастет быстро так что порядочный кому понравилось поддержите лайчонка если есть и что если не жалко всем здоровья